Исправность системы пожарной безопасности, состояние мебели, оборудования, чистота. Межведомственная комиссия проверила школы и гимназии города на готовность к новому учебному году. Команду возглавляет начальник управления по образованию. У каждого члена своя миссия и целый список требований. Обращают внимание на размер окон и уровень освещения. В поле зрения высота парты и стульев, доступ к выходам из зданий. Была проверена уличная дорожная сеть вблизи учреждений образования, а также наличие профилактических материалов для работы с учащимися. Методические рекомендации какие-то даны были, что-то было устранено, так как было дано раньше. Во второй гимназии показывают новый кабинет английского. Изучение иностранных языков, профиль учреждений образования. В класс закупили мультиборд для интерактивных уроков, стенды и стильную мебель. Во всех остальных помещениях провели косметический ремонт. Освежили краску на стенах, перестелили полы. Выполняли работы за счет благотворительной помощи родителей. В этом году мы поменяли всю канализацию, сантехническое оборудование. В фойе второго этажа сделали новые потолки, обновили окна и жалюзи. В 27-й школе переделали класс химии. Уже привезли мультиборд. Остальное оборудование, парты, стулья и полки прибудут в ближайшее время. Спортивный зал не узнать. За пару месяцев недостатки ремонта успели устранить во всех кабинетах, рассказывает директор. И добавляет, в предстоящем году останется военно-патриотическая направленность после 9-го класса. Мы планируем набор в первые классы. В этом году мы будем открывать 4 первых класса. Желающих попасть в наше учреждение очень много. Обучать начат вдвойне учиться. Коридоры третьей гимназии украсили мотивирующие цитаты. Перед кабинетом математики формула любви. Теперь у каждого помещения свое оформление. Для учащихся обустроили релакс-зоны, поставили пуфики. Усовершенствовали кабинет английского. Гимназия получила от Министерства образования и Британского совета новые учебники. Набор оценивается в 14 тысяч рублей. В этом году мы полностью основательно переделали первый этаж. На следующий год третий этаж проведем в порядок, и гимназия будет действительно достойно выглядеть. Обновили и STEM-центр. Накануне сюда привезли специальную литературу по скретч и техническому творчеству. Теперь заниматься робототехникой и изучать языки программирования смогут даже первоклассники. В STEM-центр закупили новое оборудование. Здесь появились 15 планшетов для программирования, паяльные станции и наборы лего. В 15-й базовой школе в предстоящем учебном году откроют второй этаж. Раньше там был разрушен потолок. Теперь его восстановили. Перекрасили стены в коридорах. В классах поклеили обои. Коллектив постарался. Чувствуется, что вложили душу, отметили члены комиссии. Санузел в отдельном здании. Там тоже сделали косметический ремонт. Провели горячую воду. Во всех школах, гимназиях нашего города, учреждениях дошкольного образования проведен косметический ремонт учебных кабинетов. Комиссия отмечает креативные решения некоторых учреждений образования. Поэтому по приходу 1 сентября в учреждения образования наши детки будут довольны и счастливы в новых уютных комфортных кабинетах. Уже до 1 августа все школы и садики области получат паспорта готовности. В сентябре впервые переступят школьный порог более 2400 маленьких бобруйчан. Документы на зачисление принимают до 15 августа. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко. Итоги недели.